Также сегодня состоялся пленум Центрального Совета Народно-демократической партии Узбекистана. На нем обсуждены вопросы об участии партии в предстоящем политическом событии. В ходе пленума отмечалось, что нынешние выборы в соответствии с обновленной Конституцией и избирательным кодексом впервые в истории Узбекистана пройдут на основе смешанной системы. И тем самым создадут возможность для Народно-демократической партии продвигать новые предложения и инициативы по актуально-социально-экономическим, политическим и правовым проблемам нашего общества, совершенствовать партийные программы, узнавать волю нашего народа и создавать условия для завоевания большего количества депутатских мест. Председатель Центрального Совета Народно-демократической партии Узбекистана Улукбек Инаятов выступил со специальным заявлением по рассмотренным на пленуме вопросам и принятым решениям. Выборы для нашей партии – это широкие возможности и большая ответственность. Выборы создают условия для выдвижения новых идей и инициатив в актуальных в нашем обществе социально-экономических, политических и правовых вопросах, усовершенствования наших программ, достижения желаний и чаяния нашего народа и для того, чтобы занять больше депутатских мест. На основе этого сообщаем о том, что Народно-демократическая партия Узбекистана в соответствии с избирательным кодексом предоставила заявление Центральную избирательную комиссию об участии в выборах депутатов Законодательной палаты Олимаджлиса Узбекистана и местных кенгашей, которые состоятся 27 октября 2024 года. С целью эффективной организации деятельности нашей партии был сформирован состав Центрального избирательного штаба партии. Также были созданы избирательные штабы и определены меры по их эффективной деятельности. Кроме этого, проводится работа по созданию избирательных штабов в областных, районных и городских кенгашах партии. Для обеспечения активного участия партии в выборах утвержден календарный план основных мероприятий. Мы системно и серьезно подготовились к предстоящим выборам. Для достижения победы на выборах, для завоевания большего количества мест в парламенте и депутатских мест в местных кенгашах будем принимать все необходимые меры. Прежде всего, в предстоящих выборах мы сформируем нашу программу на основе интересующих наш народ актуальных социально-экономических, политических, правовых, культурно-просветительских вопросов. Для этого мы предлагаем организовать встречи во всех регионах республики с участием лидеров и активистов партии. Народно-демократическая партия будет бороться за высокие результаты, чтобы завоевать доверие нашего народа. Выступившие высказали свое мнение о том, что выборы в этом году будут проходить в условиях возросшей политической и правовой активности. На повестке дня были пять вопросов поставлены. На основании этого было решено участие Народно-демократической партии в выборах. Именно этот выбор будет в этом году совсем по-другому, по-новому подходу, в смешанном виде, то есть мажоритарно и пропорционально. То есть если, допустим, в законодательной палате 150 депутатов, из них будет 75 депутатов мажоритарным путем, а 75 пропорциональным путем. Поставлена задача, чтобы активно участвовать в предстоящих выборах, работать активно с электоратом, пропагандировать задачи партии в предстоящих выборах. Также мы рассматривали вопрос участия женщин, участия молодежи, участия ветеранов в предстоящей предвыборной кампании. Почеркнуто, что Народно-демократическая партия проведет активную системную подготовку к выборам. Будут проведены встречи с лидерами партии, активистами и многочисленными ее сторонниками во всех регионах. С критической точки зрения будет проанализирована деятельность за прошлые годы, полученные новые предложения. В заявлении, в частности, отмечается, что достойно участвовавшая во всех предыдущих выборах, накопившая большой опыт Народно-демократическая партия, в нынешних выборах которой будут проходить в условиях повышенной активности и сопричастности нашего народа, будет бороться за высокие результаты.